За день до официальной презентации кто-то слил, ну, грубо говоря, набросок нашего логотипа, то есть там была основная эмблема, но она была использована совершенно другими цветами, то есть полностью там на розовом фоне за добавлением какого-то зеленого. У нас таких цветов нет, ну и в общем люди подняли там бучу по поводу того, что вот розовый цвет, как это так, там, начали туда приписывать сексуальных меньшинств, ну и так далее. А коли вже побачили? Ну, знаете, те же люди, они продолжили там писать все то же самое, то есть кому-то понравилось, кому-то нет, но исходя из вот такой нашей аналитики, где-то 70 на 30, то есть 70 процентам людей это... Уже даже 80 на 20. Да, наверное, даже так. Преимущественное большинство людей, они поддержали, и опять же, можно видеть по Фейсбуку, да, как перекрашивается в Фейсбук, очень видно, рамочки стоят, народу зашло, народ на волне, вот... В Фейсбуке можно добавить рамочку с логотипом просто себе на аватарку, да, и многие люди поддержали эту тему и начали добавлять. Но сам логотип, опять же, если вот мы коснулись, да, он четко ложится вот в канву того, что мы декларируем развитие города, да, потому что герб, гимн и логотип, который существовал до этого всегда, ну его не знают нигде от слова совсем. То есть кого не спросишь, ты катаешься по Украине, да, по работе, у нас, опять же, бизнес-сообщество, поэтому народ путешествует просто абсолютно из одного края страны в другой. И визуально Николаев не знают абсолютно, то есть все, что про нас знают, ну вы, я думаю, сами можете представить, что у нас есть то-то-то, но хорошего услышать очень сложно. И тем более визуально нас не воспринимают. Когда же уже ребята представили вот этот логотип и даже в первоначальном представлении, в сравнении с логотипами тех же Одессы, Львова, Днепра, в которые было вложено очень много денег и времени и в имплементацию, да, во внедрение его в городскую жизнь, наш как минимум не проигрывает. А многие говорят, что даже выигрывает. Он конкурирует 100%. Как минимум он наравне.